Продолжение следует... Наша дискуссия называется «Работа с территорией в условиях отсутствия заказчика. Как запустить долгосрочное развитие минимальными средствами?» Мы собрали здесь и анонсировали вам очень, на мой взгляд, достойный экспертный блог. Сейчас мы всех будем представлять. Меня зовут Сергей Царев, я буду вашим модератором. Я передаю слово Алене Барсуковой, Константину Самарцеву, собственно, тех, кто понимает нас всех на этой дискуссии, организаторов. И, ребята, расскажите, почему мы здесь собрались, почему вы нас всех позвали. Спасибо большое, Сергей. Меня зовут Алена, я и мой коллега Константин. Мы являемся сотрудниками бюро МЛАПлюс и курируем настоящую резиденцию. Наверное, немножко расскажу о том, как мы попали в проект. Наше знакомство с территорией началось несколько месяцев назад, когда к нам в бюро пришла Александра. Вот она сидит справа от меня, которая является сейчас замдиректора губернаторского центра Архангельской области. Александра предложила нам поучаствовать в проекте по созданию парка путем проведения четырех творческих резиденций. Мы, в общем-то, недолго думая согласились, наверное, в этом сыграло роль два фактора. Первый фактор – это интерес к русскому северу, и второй фактор – это вообще формат предприятия. Творческие арт-резиденции именно для архитекторов – это довольно редкая штука. Мы подумали, что не стоит упускать такой возможности, и будет интересно попробовать себя в новом качестве, в качестве куратора. После этого мы провели open call, собрали себе команду, которая состоит из архитекторов, исследователей, специалистов по туризму, и приступили к работе. Весь проект длится около семи месяцев, и он состоит из четырех резиденций, я уже сказала. В марте этого года у нас была первая резиденция, в рамках которой мы познакомились с территорией, познакомились друг с другом и вообще немножко как-то приноровились к работе. И сегодня у нас первый день второй резиденции, которую мы решили начать вот с такой дискуссии. Наверное, немножко расскажу о том, в чем мы видим цель этого проекта и чем он важен для нас. И тут, наверное, стоит упомянуть, что он является таким довольно большим челленджем для нас тоже, потому что мы выступаем в немножко нестандартной для себя роли, и этот проект, в принципе, отличается от всего того, в чем мы обычно принимаем участие. То есть большинство из нас архитекторы, и мы привыкли к проектам, где есть заказчик, есть понятный бюджет, есть очень конкретное ТЗ с требованиями. Вот, этот проект, он очень отличается от этого. Проект полностью bottom-up, то есть это проект такой снизу, но тем он интересен. Мы выступаем в нем, наверное, в меньшей степени как архитекторы и в большей степени как менеджеры или даже активисты, которые формируют вокруг себя такое поле из акторов, из интересантов, увлекают в проект классных экспертов. Вот, и, собственно говоря, ради этого затеяна сегодняшняя дискуссия, в которую нам удалось собрать очень классных специалистов. Сейчас я, наверное... Почему север? Почему что? Почему все поехали на север, а не на юг? Почему все поехали на север? Мы, в смысле? Да. Ну, русский север, это же такое, это, не знаю, в сердце. Всегда хотелось. Ну, мы довольно плотно, на самом деле, работаем с Мурманской областью, но вот с Аркангельской не работали и решили, что это хороший шанс. То есть у вас есть уже опыт пилотирования каких-то территорий, необычных развитий на севере. Спасибо большое. Да, я представлю наших экспертов. Сегодня у нас в гостях Анна Булочникова, кандидат географических наук и партнер бюро территорий РФ. Это Андрей Татарников, кандидат экономических наук и советник директора ЦЭМИРАН. Дарья Климова, руководитель бюро архитектурный десант. И Анна Клепяковская, инвестор и директор по развитию парка Голубина. Кроме того, эту дискуссию модерирует Сергей Царев, который вообще любезно согласился на эту авантюру, помог нам организовать это все. Для нас это первый опыт организации дискуссии. В общем, мы очень старались. Если что-то не получится, то извините. Но надеемся, что вам тоже будет интересно. И, может быть, вы найдете для себя какие-то собственные интересы в проекте, в том, чтобы за ним следить или даже участвовать. Потому что для нас очень важно, чтобы мы не только от вас брали какие-то знания, но и чтобы вы увлекались в проект, чтобы вокруг проекта формировалось очень хорошее экспертное поле. Отлично. Спасибо большое, что ты всех представила. Ребята, мы очень рады вас видеть. Тут среди нас Андрей, к примеру, с которым я сам благодаря этой дискуссии очень хотел познакомиться. Это один из таких людей, причастных к чуду города Коломна. Вот откуда вообще идет, мне кажется, вся наука брендинга территории какого-то невероятного развития. Аня Булочникова, которая тоже постоянно имеет дело с Севером. Именно с Севером. Мне кажется, Север – это то, что нас всех сейчас объединяет. Действительно, в этом есть какая-то ценность. Потому что здесь каждый час человека, который здесь работает, особенно бюро МЛА+, с которым мы работаем часто как с коммерческими заказчиками, каждый час стоит каких-то космических денег. И вот почему-то желание в рамках творческой резиденции самим обогатиться и поговорить про возможности вот этой территории – то есть это тоже с нашей стороны вложение. И мы сегодня будем говорить про экономику. И я хочу обратить внимание, что человеческий капитал – это один из самых ценных. А с нами еще Аня Критыковская – это инвестор, который профессионально инвестирует в Север. Но нам расскажет, почему это нельзя называть, говорить про это на бизнес-языке. И Дарья Климова – это вообще уникальная история, когда я сам хотел с ней гораздо лучше познакомиться, чем я сейчас знаком при подготовке к сессии. Это когда архитекторы вдруг становятся чем-то, что похоже на институт развития региональной. И Татарстан, где действует бюро Дарьи, в общем-то, научился через архитектурные концепции выходить на экономику, организационные структуры и все прочее. Что-то, что благодаря чему все-таки реализуются красивые картинки. И нам очень интересно будет сегодня от Дарьи послушать, что такое геонармин развития инвестиций. Поэтому давайте устроимся поудобнее. Давайте настроимся на то, что все те люди, которые сейчас появились, поделятся экспертизой, назовем это так, своей. Но это будут только намеки. На самом деле мы перед ребятами поставили цель перед творческой резиденцией сделать небольшой отчетик на основании нашей сегодняшней беседы. И мы еще, возможно, дадим небольшое интервью. И мы очень надеемся, что эти знания станут открытыми, и они будут сделаны специально для Архангельской области, специально для этой ситуации. И вы увидите тех людей, к которым можно будет обращаться за какими-то разъяснениями. Спасибо огромное. Мы все здесь. Давайте, знаете, что сделаем, друзья? Если нас сейчас кто-то слушает, то мы не видим свою аудиторию, потому что мы в онлайне. Пожалуйста, ребята, кто в ВКонтакте нас смотрит, напишите комментарий к трансляции, кто вы, профессию и место, откуда вы подключились. Можете, пожалуйста, написать. Мы сейчас пока послушаем доклад. Алена и Константин нам расскажут про территорию. Это буквально займет пять минут. А потом мы перейдем непосредственно к дискуссии. Ребят, рассказывайте. Мы еще скажем, кто нас слушает, чтобы у нас было ощущение аудитории. Так, сейчас расшариваем экран. Вот Малые Карелы. Вот мы на фоне Малых Карел. И это первая резиденция, в которой мы участвовали. Мы все встретились и изучали Архангельскую область. И, да, начнем с ситуации. Наша территория находится в полутора часах от Архангельска, 90 километров. И она известна большинству людей, именно Михаилом Ломоносовым, который родился в этой территории, в Холмогорском районе. Мы сделали анализ объектов, которые находятся неподалеку от нашей территории, в Архангельской области, в Холмогорском районе. Туда можно поехать. И выявили объекты разного типа. Мы, в принципе, выявили, наверное, сказать, что мы считаем, что нашу территорию нужно рассматривать в таком кластере других интересных пространств в районе. Вот поэтому у нас возникла территория, что это все можно как-то развиваться. Ну, как единый туристический кластер. Да, чтобы одна точка отсылала к другой, и это все действовало как единая большая дружная сеть. Ну, в целом, мы, когда приехали на территорию, поняли, что вот история с Ломоносовым, она немножко недораскрыта, и как будто мы можем с этим поработать. Да, чем сама территория примечательна? Здесь очень много разных видовых ландшафтов. Здесь есть и лес, и поляны, и озеро, и отличные видовые раскрытия с холмов в разные стороны, и плотные массивы деревьев. И самым главным актером на территории является питомник Хаски, который проводит здесь различные мероприятия. Это катание на собаках, на собачьих упряжках. Это вот так можно увидеть территорию. В центре находятся домики. В одном из домиков можно расположиться в комнатах на кроватях. Также здесь строится баня. Ну, и такие интересные ландшафтные объекты, как плотина бобра и дамба. Наверное, стоит упомянуть, что это место, которое находится территория, называется деревней фабрики, но факт, что в ней сейчас только три дома. И вот в одном из этих домов как раз мы живем, когда мы приезжаем на резиденцию. Поэтому, в общем, мы очень счастливые люди, мы живем прямо на территории проектирования. Мне кажется, что это здорово. Да, и сейчас такой актер, как питомник Хаски, проводит здесь такие мероприятия, байдарочные туры, туры на собачьих упряжках. Док-трекинг, цигун-ретрит и музыкальные мероприятия, фестивали, плюс издовых собак, голос высокой травы. Да, в целом, когда мы начали работать с территорией, мы, конечно же, начали думать о том, как привлечь на территорию туристов, вообще, что им может быть интересно. И выявили такие интересные темы для Салоногорского района. Например, мы узнали, что в Холмогорах была выведена особая порода коров, таких пятнистых, черно-белых. Оказывается, они происходят именно отсюда. Но, наверное, главная тема, которую трудно вообще переоценить, это Ломоносов. Сейчас на территории Холмогорского района расположен один-единственный музей Ломоносова, который нуждается в реконструкции. В целом, нам кажется, что его потенциал очень сильно недораскрыт. Поэтому в рамках воркшопа, который проводила с нами Анна Баучникова, мы пришли к выводу о том, что нашу идентичность, наши территории можно строить именно на идее важности Ломоносова, как человека из этих мест. И сейчас рабочая версия нашего проекта, она называется «Парк открытий Ломоносова». Это то место, где ты можешь познакомиться с изобретениями Ломоносова, то место, где ты можешь прийти и сделать самостоятельное какое-то открытие, то есть место, где проводятся образовательные программы для детей, так и для взрослых. И место, где ты можешь почувствовать атмосферу русского севера, попробовать аутентичную кухню, познакомиться с бытом и какими-то интересными практиками севера. После того, как мы начали работать с идентичностью, мы задались вопросом вообще, насколько это все может быть кому-то интересно. Так как мы работаем в условиях отсутствия заказчика, нам не очень понятно, что мы можем сделать для территории такого, чтобы потом это действительно могло бы платиться ваше литериальное. То есть понятно, что мы можем придумать там любую концепцию, любые идеи, они могут быть даже красивыми. Но по факту, чтобы территория запустилась, нужен довольно сильный ресурс, которого у нас пока нет, какого-то единого такого ядра. И, наверное, именно поэтому мы организовали сегодняшнюю дискуссию. Ее главный вопрос, что мы можем сделать, что мы можем оставить после себя, так, чтобы это было полезно для будущего развития территории, если это вообще возможно. Здесь перечислены те вопросы, на которые мы бы хотели найти ответ, и которые, я надеюсь, в процессе сегодняшней дискуссии мы поднимем. И, наверное, передаю слово Сергею. Да, я поработал с коллегами перед этим. Мы хотим делать небольшой отчет. И это исследовательский вопрос, который мы поставили перед творческой резиденцией. И это те знания, которые эта резиденция могла бы оставить в системе, с которой они рано или поздно уедут. И очень важно сейчас, вот мы с вами увидели, услышали, как работают представители тех самых креативных индустрий, архитекторы, планировщики, концептологи, какими терминами оперируют. И вот эти слова, видовые раскрытия, дизайн-код, проектирование какого-то ключевого пользовательского опыта, это очень важный внешний взгляд некой группы, которая профессионально оперирует глобальными серьезными трендами, в том числе вот этой парковой культурой современного ландшафтного парка. И при этом привыкли работать на малых территориях с живыми настоящими людьми, с идентичностью. И, на мой взгляд, конечно, МЛА+, одни из лучших, кто делает такие проекты. Но кроме того, как оставить вот этот вот альбом раскрытия, дизайн-кодов, некоторые наброски по мастер-плану, картинки абстрактного опыта каких-то людей, встает вопрос, а как и кто будет складывать эту территорию. И, конечно же, если есть какая-то вот ментальная модель, которая немножечко такая ждевенческая, да, сейчас какая-то абстрактная машина, инвестор или государство, значит, отгрузит туда денег, значит, появятся рабочие места, и как-то это все будет разворачиваться. Есть такой механистический взгляд, что вот то, что сейчас будет сделано, куда-то зарядят, вот, что-то там защелкает, как у Ломоносова, да, в каком-то изобретении. И как-то вот, значит, пойдет какое-то финансирование, какие-то структуры, которые будут колонизировать, значит, это дикое пространство. Вот, на самом деле, это какой-то такой немножко обывательский взгляд, который, ну, всегда чуть-чуть присутствует. Вот, но я бы хотел передать слово Ане на предмет вообще, а что же за база такая? Понятно, что все эти штуки могут когда-то происходить, но с чего все начинается? Не могла бы ты повторить немножечко тезисы своего воркшопа? И фактически, как мне кажется, то, что ты сейчас будешь говорить, именно это сейчас и будет происходить на следующей резиденции, которая прямо сейчас начинается. Да, коллеги? Да, в рамках этой резиденции мы будем активно общаться с бизнесом на территории, будем проводить воркшоп уже в Матигорах на предмет выяснения интересов местных в данном проекте. В общем, будем активно работать именно с полем вокруг территории. Аня, что же является базой для любого развития? С чего вообще надо начинать думать? Да, Сереж, спасибо. Всем привет. Привет, говернаторский центр. Я рада вас видеть. Да, на самом деле, это правильно. Может быть, сделаем маленький шажок назад и два слова скажем. Ну, я скажу о том, что мы с ребятами делали в первую резиденцию, о чем была встреча. Мы, работая с туристическими территориями или с туризмом на территории, говорим все время о комплексе, о том, что туризм включает три составляющие, помимо инфраструктуры, это еще и продукт, а в основе продукта лежит бизнес, это предпринимательство, малый, микро, нано, всякий разный бизнес. Это то, за что турист платит и то, из чего состоит экономика. Ну, и маркетинг, как некая машина, которая может сильно ускорить, создав правильное информационное поле, создав бренд, создав быструю продажу, быстрое донесение смыслов до туриста, потому что что такое там туризм, это на самом деле, вот недавно только поняла, это экспорт смысла за пределы территории, то есть это продажа ценности территории тем людям, которые на ней не живут, чтобы они приехали, собственно говоря, ее купили, вот весь туризм, в общем-то. И наш опыт показывает, что основа туризма и основа любой территории, опять-таки, это экономика и это экономика локальная, это те предприниматели, которые так или иначе на месте уже есть, и если говорить об вот этих стадиях развития, стадиях запуска, то, опять-таки, мы вот нашли для себя такую формулу, чтобы сделать быстро, чтобы запустить быстро, и мы это проверили там на трех территориях в прошлом году, являясь сами, ну, условно управляющей командой, да, локацией, помогая выстраивать эти управляющие команды, и смотря, как там происходят все процессы, мы поняли, что самое важное, что нужно сделать, что нужно найти смысл территории, некую идею, точнее, не найти, а выбрать из многих смыслов, которые есть на каждой территории, идентичности и много разных, выбрать ту, которая уже выражена в продукте, то есть та, которая уже так или иначе выражена в каком-то бизнесе, и, добавив к ней маркетинга, начать продавать этот смысл и подтягивать всех предпринимателей под одну эту идею. Я привожу все время там этот наш простой пример с нашим любимым Мончегорском, Мурманской области, в котором, конечно, это город металлургов, но на металлургию нельзя посмотреть, поэтому бесполезно продавать металлургию, нужно было продавать что-то другое, потому что бесполезно позиционировать то, что невозможно купить, за что невозможно зацепиться, за что невозможно заплатить туристу, потому что это разочарование, так не работают продажи, так не работают бренды и в бизнесе, и на территории. Что в итоге стало продажи? Стали озера, потому что много предпринимателей, которые могут катать на кайтах, на сапах, на лодках, на яхтах, зимой смотреть на снегоступы, бег, ранее, ранее. Как говорят экономисты, природные экосистемные услуги, да? Ну, типа того. Но это некая оказалась и гордость, и, естественно, идентичность для жителей, которую хоть как-то выражено, хоть в каких-то даже не бизнесах, а увлечениях, которые мы мучительно вот сейчас с большим собственным трудом переделываем в бизнесы, заставляем людей на этом делать предпринимательство. Это отдельный источник. Аня, сейчас можно я тебя на секунду порву? Даш, у вас же тоже, ты мне рассказывала про проект «Большой тропы вдоль Волги», и там тоже похожая история, да? Можно тут прямо пару слов сказать, чтобы мы сейчас видели? Согласна. Во-первых, тоже всем привет, всех рада видеть, кого знаю, кого не знаю, тоже приятно. Да, тропа чем-то релевантный проект, он, конечно, еще реализуемый, но у него есть такие интересные особенности, что проект еще не реализован, не вложено еще ни цента в инфраструктуру, но проект уже начинает обрастать предпринимателями, какими-то условными хранителями, как мы их называем. И вот интерес заключается в том, что мы монетизируем все, что вообще там можно, планируем монетизировать и привлекаем все, что можно, и все, что нельзя. То есть идея какого-то опыта, а у вас 350-километровая прогулка вдоль Волги, насколько я понимаю, достаточно легко заходит. А вот в случае Андрея, Андрей, есть какие-то примеры каких-то проектов, где создавался какой-то продукт? Ты поддерживаешь природную тему или ты, может быть, просто покажешь, как что-то другое можно эксплуатировать? Прямо пару слов, какие-то кейсы. Да, и всем привет тоже в первую очередь. Но, наверное, если про природные и про тропы, могу вспомнить, наверное, проект Рузы, который был, ну, то есть я больше про Московскую область говорить, потому что там работал. Вот, и, собственно, у Рузы был проект, и он такой причем тоже был bottom-up там в каком-то смысле. У них же там огромное количество ООПТ, вот этих территорий, и у них была идея... Особо охраняемая природная территория. У них была идея в том, чтобы связать, тоже сделать эти пешеходные тропы, ну, довольно протяженные вот по территории всего там русского городского округа по этим, по лесам, по полянам, там тоже было большое количество предпринимателей заинтересованных. То есть идея была в том, чтобы отдельные аттракторы, то есть тоже какая-то там, типа, деревня собак, ну, какие-то вот отдельные локации, какой-то глэмпинг или еще что-то связать, единой такой тропой. И получается, что, вот как ребята вначале говорили, что есть вот такие как бы характеристики природного капитала и их услуг экосистемных, как там хорошие видовые раскрытия, какие-то связи, разнообразие, маршруты и прочее. И у ребят еще было в качестве как бы естественного капитала, да, который нужно раскрыть как актив территории, это разные нарративы, дизайн-код, которые просто нуждаются в новом прочтении, в новом взаимодействии и так далее. Аня, а вот как ты считаешь, с какого момента вообще можно инвестировать в территорию? И вот что там должно первое сложиться? Если вспомнить наш разговор, у тебя был очень важный интересный тезис про тех, кто никуда не денется. Ты Ане мне говоришь или Аня Клепиковская? Аня, да, у нас две Ани. Аня Булучникова. А, с какого момента можно инвестировать? Ну да, мы говорили о том, что ты говорила, что база – это те, кто есть, у тебя есть очень хорошие тезис, вообще с чего надо начинать работать. Вот можешь пару слов сказать про людей? Да, да, да. Но на самом деле, собственно говоря, то, что мы делали с ребятами, ну, начали уже про это говорить и начали это делать, что первое, что как бы нужно осознать – это то, что уже есть. Потому что как бы ни происходило дальше, если даже начинать качать поток, можно уже сейчас. Он будет маленький, малюсенький, но тем не менее уже на что-то люди уже едут. И важно, на самом деле, вот тех, кто есть сейчас, а они там есть, и они какие-то очень интересные и необычные ребята, очень важно их глубоко очень прощупать и понять, потому что они основной актив территории. Это люди, которые уже почему-то туда пришли без инвестиций, без инфраструктуры, без ничего. У них есть там какая-то мотивация, идея и планы. Если они вкладывают туда уже деньги, значит… А кто это? Ну, это вот ребята лучше расскажут. Там же есть уже существующие проекты, которые развиваются. Я не буду просто, чтобы мне… То есть это кто-то, кто уже пытается так или иначе раскрывать вот эти вот активы, да, про которые мы только что говорили? Ну, они там рядышком находятся, они не совсем на этой территории. Ален, ну, может быть, вы лучше ответите на эту территорию. Там же есть вот музей вот этот, вот там есть вот эта гостиница, которая строится. Музей, который вот этот хитрый, помните, который на другой стороне, типа, недоступный, мы считали, но емкий очень с точки зрения инвестиций. Да, есть еще термоокос. В общем, какие-то действительно актеры на территории уже есть, но они пока никак не привязаны к нашей территории. Соответственно, да, с ними нужно общаться на предмет их возможного интереса. Ну, да. Аня, а можешь вот пару слов? То есть, ну, мы сейчас все понимаем, что, да, можно делать мастер-планы, да, можно раскрывать какие-то символические штуки, а вот что здесь нужно раскрыть, чтобы это тоже стало активом территории? Как ты видишь, нужно договариваться, нужна картинка, нужно разговаривать. Ну, наш опыт показывает, что нужно понять очень глубинную мотивацию этих людей, почему они там, какой у них план и есть ли у них план, потому что есть люди, которые делают ровно столько, сколько они хотят и могут делать, и им не нужно расти. И если мы даже придем к ним со сверхидеей, деньгами и какими-то там вообще обещаниями, они, потому что они такие, какие они есть, им нужно столько, сколько они уже делают, и они не хотят больше. Это бесполезно. Нужно понять вот это некое поле потенциала, а это всегда в людях. Ну, то есть нужно понять, кто из этих людей, почему, куда хочет, хотя бы хочет двигаться, потому что реальность все поправит, принизит, приземлит и так далее. Но вот это их желание, их видение куда-то идти, его нужно, я убеждена в том, что его нужно закартировать. Закартировать в какой-то, нарисовать его для себя, и понять, почему они там, что они там будут делать. Потому что на самом деле, если даже говорить, я вот опять-таки убеждена после нашего опыта работы с казармами, что если нет заказчика, если нет лидера, который будет лидировать, и вот этого паровоза, который будет, несмотря ни на что, очень долго тащить эту очень сложную историю, вкладывать туда бесконечные ресурсы, которых нет, которых нет, этих ресурсов. Вот если этого человека нет, то не надо вообще на территорию заходить. Но на самом деле, где его можно взять? Это может быть как бы вне зависимости от того, его можно привезти. Это будут частные деньги или государственные деньги, но все меры поддержки, которые мы будем смотреть, про которые, наверное, Андрей расскажет, я уверена, лучше, чем я, это меры поддержки. Они только усиливают сильное. Кого поддерживать надо? Они не создают точки роста, они поддерживают имеющиеся процессы. Там всегда, это все как бы зафиксировано в самом инструментарии, потому что всегда есть софинансирование, всегда нужны доп. ресурсы, но тем не менее, это только лишь поддержка того, что уже существует. А то, что существует, это можно взять только из тех предпринимателей, которые уже там есть. Поэтому, ну, как бы мой основной тезис, что и, наверное, главная задача, вообще, мне так кажется, я пока сейчас готовилась, подумала, отвечая на ваш вопрос, на первый, да, в чем задача резиденции, вот может быть задача резиденции в том, чтобы создать некое общее поле вот этого человеческого потенциала, человеческой мотивации, которая уже на этой территории есть, и сформировать, может быть, получится найти некую общую точку, вокруг которой всем имеющимся уже актер будет интересно присоединиться. Вот это было бы, мне кажется, суперрезультатом. Все и всего вот этого года работы. Это очень в тренде, потому что я видел очень много исследований международных о том, что регионы и муниципалитеты притаскивают крупный бизнес, потому что за него легко отчитываться, но на самом деле только поддержка микропредпринимателей, их сетевой активности путем как-то network weaving это называется, плести сеть, плести и нянчить. Это прямо фигурирует в государственных стратегиях, и правильно я понимаю, что сейчас некоторый анализ уже действующих предпринимателей и попытка вытащить из них в качестве нарративов то, чего они чувствуют своим предпринимательским чутьем, потому что это же все не экстернализировано, как это говорится. Люди что-то чувствуют, что-то делают, и у них есть очень много разных глубоких мотиваций, и кажется, как-то меня не говорил, из этого можно собрать какой-то базовый маркетинг, потому что нельзя делать маркетинг снаружи, нужно как-то изнутри смотреть у тех, кто уже действием проверяет что-то. Но у нас всегда есть иллюзия, что красиво упаковав какой-то проект, можно привлечь каких-то волшебных, значит, единорогов, каких-то инвесторов, каких-то игроков, которые, значит, пойдут с какими-то специальными своими аппаратами, инвестиционными схемами. И вот Аня Крепиковская, которую нам нужно будет отпустить через 20 минут, я очень хотел, чтобы ты нам рассказала, ты же с одной стороны, в общем-то, инвестор, которая приехала на север из Москвы, но с другой стороны, ты мне говорила о том, что ты, в общем-то, считаешь, что вот этот вот бизнес-язык, про то, что ты делаешь, он пока неуместен, потому что всем кажется, что есть, что на этом можно зарабатывать. Вот можешь, пожалуйста, рассказать, как ты оказалась на севере, кто ты, вот, и в чем база вообще развития? Спасибо большое, Сергей. Здравствуйте, очень рада всех видеть, слышать, слушать. Сижу, сердце колотится так сильно, потому что такая, наверное, тема трепетная для нас. И попробую кратко сформулировать, да, все, что уже ощутила, о чем думаю. Ну, если очень коротко, то мой муж родом из поселка Пиннига, Архангельская область, 200 километров от Архангельска, и когда я впервые в 2006 году приехала сюда ознакомиться с его родителями, а я студент, нет, в тот момент я была руководителем юридического департамента Большой Международной Компании, закончила юрфак МГУ, вот, и мой приезд тогда в Архангельскую область выглядел так, в смысле, я думала, я культурный человек, но я ничего не знаю про Архангельскую область. Мой университет носит имя Ломоносова, но почему никто из студентов нашего университета не был на родине Ломоносова? И почему это вообще не является прям нормой, что мы должны приехать посмотреть, как это все начиналось. Вот, с тех пор прошел какой-то период времени, я ушла из корпорации уже в семейный бизнес, когда, ну, воле судя, так сложилось, что мы выкупили обанкротившийся туркомплекс в Финишском районе со словами, ну, кто же, кроме нас, будет этим заниматься, мы вроде бы можем, можем взять на себя кредиты, можем в это вкладываться, и все же говорят, что туризм, бизнес, развитие. Это был 2014 год, в 2017 году мы подняли голову, очнулись и поняли, что, а, какой бизнес, мы все еще продолжаем вкладываться и что-то развивать, и что-то ремонтировать. Увидели, что вместо бизнеса мы много именно смыслов принесли на территорию и стали точкой социо-культурного развития района. К нам начали приходить, говорить, тут депрессия, все говорят, что надо валить, а вы что-то тут делаете, а вы зачем это делаете? Расскажите, да? Так это выглядело. Да, вот, вокруг нас начали собираться люди, которые тоже поверили в нашу какую-то энергию, в нашу мечту. Еще пару лет нас называли социальными предпринимателями, и, собственно, нас приглашали в основном не на туристические мероприятия, а на мероприятия по социальному предпринимательству. И где-то уже в 2018-2019 мы перестали вот это вот. Я просто считаю, что надо быть очень честным и искренним. Когда ты всем говоришь, что ты инвестор, люди начинают думать, что там есть инвестиции, которые, ну, мы понимаем, что это возвратность денег. На текущий момент в России я буквально пару недель назад выступала на форуме загородных ательеров, где мы говорили о том, как люди приходят в этот бизнес, да, вот именно загородные территории развивают. Я не буду приводить примеры, но их довольно много. Так вот, практически 90% людей, которые пришли именно в эту сферу, это была вот такая эмоция, как у нас. Мы любим это место, мы хотим, чтобы здесь что-то было. У нас есть возможность, мы можем из какого-то другого бизнеса, допустим, брать деньги и куда-то вкладывать, и это прекрасно, мы приносим, мы делаем хорошо себе, делаем хорошо вокруг. И, опять же, когда мы смотрим на всякие Мрии, резорты, Алтай, космос отели, многочисленные гостиницы, точка на карте Ленинградской области, и так далее, и так далее, обязательно, давайте смотреть всегда, кто инвесторы, ну, пожалуйста, и откуда деньги в этих во всех проектах, да, потому что, фактически на текущий момент я не могу назвать реальных проектов, где деньги именно генерирует этот бизнес по туризму, это практически всегда что-то другое, кроме Русские Аллы, там был корпор-оператор, Контур, если я не ошибаюсь, и уже из корпор-оперейтинга, где были дополнительные деньги, пошли инвестиции в Русские Аллы, это, насколько я знаю, глубоко не копалось, вот, поэтому мы где-то в 20-м году стали говорить, нет, мы не инвесторы, мы меценаты, мы понимаем, что мы вкладываемся в инфраструктуру, мы осознаем, что отдачи быстрой, финансовой точно здесь не будет, мы осознаем невозвратность этого капитала, но мы видим, что на этой инфраструктуре развивается путешествие, развивается, работа экскурсоводов, развивается работа транспортных компаний, действительно малого бизнеса вокруг, кто может работать фотографом, может проводить экскурсии, может катать на лодках, может сделать что-то еще, все это возможно, когда есть наша базовая инфраструктура, где люди могут переночевать и спокойно поесть с детьми, у нас есть ресторан, у нас есть гостиница, у нас есть визит-центр, у нас не закрытая территория, никаких заборов нет, нас часто считают вообще государственной компанией, как я поняла. А правильно я понимаю, что за вами фактически как бы это неформально закрепилась какая-то социокультурная роль, что у вас есть, помимо ваших операционных дел как бы классического отеля и курорта, есть еще какие-то активности, которые вы на себя взяли, потому что их нельзя не делать. есть такие активности, что вы кого-то встречаете, кому-то рассказываете, кому-то помогаете, во что-то вкладываете, ездите в собрания, как новую дорогу построить. Можно сказать, что есть прям повседневная такая рутина? Без этого невозможно развитие туризма на удаленных территориях. То есть вообще единственный вариант, я считаю, во-первых, зачем мы развиваем туризм? Вот давайте всегда говорить зачем, да? Потому что зачем мы его развиваем на курортах Краснодарского края, зачем мы его развиваем в Москве, и зачем мы его развиваем в удаленном поселке на малюсенькой территории или на природной территории, это всегда разный зачем. Где-то поправлять здоровье, где-то реализовывать какие-то инвестиционные проекты, там каких-то гостиницах в Москве, может быть. Но на удаленных территориях, я считаю, что сейчас действительно происходит процесс перехода от сырьевого рынка к рынку креативных индустрий, к рынку впечатлений. И где люди раньше мыслили только в категории мы можем только, не знаю, таким сельским хозяйством заниматься, то сейчас они думают, чем можно заниматься, и они могут заниматься экономикой впечатлений для того, чтобы созидать и сохранять жизнь здесь. И поэтому, когда мы говорим о туризме, он может быть в наших условиях именно инструментом, который балансирует интересы приезжающих гостей и балансирует интересы местных жителей. И это очень важно. платформу создаете через туристическую деятельность и дальше уже думаете, вот ты мне рассказывала про соль, к примеру, да, про какие-то еще предпринимательские идеи, что туризм для вас это способ закрепиться на месте и начать работать. Это у нас инструмент. Инструмент, который помогает, да. Это очень важно и интересно слышать, потому что вот Аня нам Булочникова рассказала про предпринимателей, да, Аня Крепиковская говорит о том, что давайте не путать людей, которые, ну, собственно, оперируют определенным капиталом, инвестируют деньги в те штуки, которые дадут им, там, не знаю, 15, 20, 30, 50, не знаю, сколько там нынче годовых в разных инвестиционных рынках. Вот, это совсем не проект. То есть это долгосрочное рискованное вложение и это личное участие, то есть вряд ли из этого бизнеса просто можно сейчас exit сделать. Ты можешь вот парк отель Голубина сейчас продать и пойти отдыхать и получать там подарить. Подарить, управляющего посадить. Или тебе все-таки приходится активно участвовать? Ну, у нас это семейный бизнес, это мой муж и я, мы инвесторы, а младшая сестра мужа, она вернулась из Архангельска вместе со своим супругом в поселок, у них пятеро детей, они живут там, они живут этим проектом и они работают реально 24 на 7. То есть это, ну, сейчас кому-то передать в управление, это, конечно, мы потихонечку учимся делегировать, но это был процесс, это не моментально. И вот будет в 2024 году 10 лет, как мы занимаемся проектом, когда мы говорим, вы успешнее проект, вы были на обложке Forbes, там еще где-то. Я говорю, подождите, как можно, за такой короткий срок сказать, вы успешны. Для меня успешно, это когда вырастет поколение детей, поверивших в то, что туризм, это интересно. Вот мы сейчас очень много работаем со школьниками, ты спросил про социальные проекты. Ребята у нас учатся на эксплуатах, мы берем на практику, мы берем на практику студентов из Москвы, из Мархи приезжали, в Академию внешней торговли. И самое, конечно, ценно, это работа с местными ребятами, которых открываем совсем другие горизонты. Они потом, поработав в 10-11 классе у нас с конкурсоводами, совершенно другими людьми уедут в большой город, у них уже есть большой опыт коммуникации, у них есть большой опыт взаимодействия с совершенно разными людьми, они по-другому себя видят в этой жизни, и они начинают видеть действительно какие-то плюсы на территории. И это, конечно, как это можно посчитать? Да, ты говоришь очень важную вещь, и действительно предприниматель может собрать микросоциальные функции в общем-то в разных системах. В той же молодежной политике Лондона, к примеру, полностью ушли от госагенств и оперируют сети из 450 примерно социальных предпринимателей, которых просто учат помимо своей основной деятельности оказывать определенный эффект. И через это создает условия, которые финансируют и прочее. И это такие, конечно, сетевые структуры гораздо более устойчивые. И сейчас мы поговорили с вами, у нас очень мало времени. Вот, надеюсь, нам удалось почувствовать портрет человека, который действительно имеет предпринимательское мышление, entrepreneurial mindset, как говорят в учебниках некоторых по экономике. Можно в долгу окапываться на территории, можно строить инвестиционные программы с шагом где-то 10-15 лет. То есть это далеко уже не те бизнес-структуры управления капиталом и чуть другие штуки. Пожалуй, там только дом РФ и веб оперируют такими горизонтами, назовем это так. Вот. И чего я хотел еще обратить внимание, я хотел обратить внимание, что если мы говорили о том, что есть актив территории, это природный капитал, дизайн-код и смыслы, которые там прячутся, мы стали говорить о том, что очень много можно узнать от тех людей, которые уже действуют, а сейчас мы еще увидели историю, что некая социальная сеть. Аня, вот можно так сказать, что фактически история появления любого человека, который все-таки готов вкладываться в территорию в долгу, это история любви, как ты мне не раз говорила, и это только через социальные связи появляется. И ты мне рассказывала, что кто-то там купил мотоцикл, случайно заехал, нужно было куда-то ездить, окопался, у кого-то родственники, кто-то еще что-то. И получается, что... Слушай, извини, пожалуйста, перебью, все-таки здесь я не совсем согласна, потому что я уверена, что есть абсолютно технократичное решение развития территории. Ну, грубо говоря, у государства есть эта задача, у государства есть много на это денег, я предполагаю, что где-нибудь в Китае новые деревни создаются на раз-два, да, или когда появилась задача построить там никель или норист, государство пошло и реализовало эту задачу. Просто классный момент про Архангельскую область, все искусственно созданные поселки во время Советского Союза, я думаю, может быть, Аня тоже на геофаке, даже, как раз геофак исследование было, а вот искусственно созданные деньгами, эффективным условием, они исчезли первыми, когда начался развал в 90-е годы. их не держало вот это вот внутреннее. Да, какая бы у нас ни была страна, у нас свободный рынок, и действительно, естественно, отбор имеет место быть, надо наблюдать, что происходит. Но это возможно, такие же возможные проекты. Я сейчас очень хотел перейти к теме сотрудничества с государством, и мы с вами про что поговорили. Вообще, вот этот проект, он появился благодаря мощной компетенции губернаторского центра привлекать грант, и гранты – это некоторое первое топливо, потому что ни бизнес, ни попытка входа в масштабные государственные программы вряд ли может запустить с нуля что-то на территории, потому что это требует уже какой-то базы. Мы говорили про... И мы сейчас имеем проявленную группу, которые занялись разжиганием вот этого супердвигателя при помощи небольших вливаний. Мы сейчас поговорили о том, что помимо концепции направленных на территорийное раскрытие смыслов и прочее, нужно работать фактически с социальной сетью проекта и выращивать, давать расти тем, кто действительно хочет на этой территории что-то делать, формировать общее. Аня, ты мне рассказывала про опыт Италии, с которым ты сталкиваешься. Ты говорила о том, что всерьез можно в странах, где развитие поставлено на такой регламент, всерьез говорить о развитии территории, когда подписан какая-то харти или меморандум, и ты говорила о том, что должны быть проявлены три разные группы. Можешь пару слов про это сказать, и мы передадим слово Андрею. Возвращаясь к теме устойчивого туризма, который, есть восьмая цель устойчивого развития зафиксированных ООН, там есть именно Тавру, то ли 8.3, не помню, именно про развитие малого бизнеса на территориях и сохранение территории благодаря этому. Так вот, устойчивый туризм давно существует в Европе, и прописан даже документ опять же при ООН, где рекомендуется создание единого совета на территории, в которую обязательно входит муниципальная власть, предприниматели, некоммерческие организации. И вот, когда три этих актора на территории договариваются о том, что необходимо здесь делать для качественного развития, тогда государство берет на себя какой-то функционал, грубо говоря, инфраструктурный, предприниматели занимают свою задачу развития, некоммерческие организации привлекают денежные средства туда, где, допустим, нет экономики именно предпринимательской. И в такой ситуации это не то, что Италия, это, в принципе, по-моему, Европа именно по этому пути про устойчивое развитие. Говорили, мы в Барселоне, по крайней мере, нам именно про это рассказывали местные жители. Они 50 лет развивают сельские территории, с тех пор, как и сельского хозяйства почти отказали, а постепенно уходили в туризм. И все, наверное, испытывали, что такое маленькая деревня Австрии, когда приехали кататься на лыжах, не думая о том, что это просто маленькая деревня в Австрии с жителями тысячи человек, которые в один день решили, что специализация будет такая. Отлично. Мы говорим о том, что если сейчас делать по итогам создание некой концепции заявления о том, что эта территория может развиваться, то нам надо увидеть игроков определенного характера, способных быть предпринимателями, но в государственной системе. Их называют, есть entrepreneur, entrepreneur, это как бы предприниматель, как мы знаем, а есть entrepreneur, человек, который в большой системе пытается создать что-то новое, это тоже лидеры, это не функционеры. И с нами Андрей, Андрей Татарников, Андрей, расскажи мне вообще, что там происходит, что должно сложиться, чтобы подобные территории могли развиваться, кто может входить в такие проекты? Ну, это хороший вопрос. Я тут на самом деле, ну, и мы с Сергеем до этого проговаривали, ну, как бы разогревались, да, как он сказал. Вот, а сейчас просто слушая, так меня немножко в другую сторону пошла мысль, вот, тоже такую отсылку, как бы, к академической науке, так сказать, сделаю. Вот, есть один из сотрудников нашего института, академик, Виктор Мейерович Полтерович, он как раз последние годы пишет про философию коллаборации, как раз таки, про коллаборативную демократию, вот с примером, он, конечно, пример приводит страны, ну, кстати, вот, европейского севера, там, где наиболее высокий уровень счастья, типа, Дания, вот, Швеция, Финляндия, вот, там, в ту сторону. Ну, я не знаю, насколько это там точная история, вот, он просто говорил о том, что, ну, и пишет о том, что институты конкуренции, они, как бы, трансформируются и переходят в институт коллаборации, вот, в тех странах, там, это наиболее ярко выражено, и, кстати, вот, об этом же сейчас Анна тоже говорила на примере, да, вот этих вот, ну, то есть, там, это даже, как бы, некая институционализация, да, когда происходит, что появляется какой-то меморандум, вот, это такое, ну, долгую происходит игра, вот, еще хотел бы, тоже, небольшой, наверное, комментарий о том, о чем Анна Булочникова говорила про то, что важно смотреть те, кто есть, да, это тоже немножко такой, ну, наукоемких терминов добавлю, вот, есть еще такое тоже понятие, что, в принципе, не нужно, ну, как бы, есть фраза, да, не нужно изобретать велосипед, и не нужно, ну, как бы, есть термин, да, создание, уничтожение стоимости, вот, например, яркий пример уничтожения стоимости, если мы про брендинг говорим, это, вот, в Зарайске, например, три дизайн-кода, и не один, ну, то есть их разрабатывали, одни разработали, потом другие, и как бы постоянно, ну, вот это прям пример уничтожения стоимости, вот, такой, как бы, довольно яркий, вот, и как раз-таки то, о чем Анна говорила, что это вот создание стоимости, отталкиваясь от тех, как бы, компетенций, да, от тех людей, которые там есть, и, ну, если все-таки про, ну, какое-то взаимодействие, там, с гос, потому что у нас, в принципе, хоть у нас там и рыночная экономика, и все прочее, но у нас такой госкапитализм, там, в большей степени, и основные деньги, они, конечно же, ну, сейчас уже тем более, то есть это все больше в стороне государства, и, ну, важно тоже уметь вовлечь в этот процесс органы, так сказать, исполнительной власти, но при этом, ну, у них же бывает тоже такой кипяй, некие-то проведения каких-то мероприятий, создания вот этих вот всех штук, ну, и зачастую просто потом приходят, перерезают ленточку и говорят, мы создали там объект, мы вот это сделали, мы сделали то, вот, то есть нужно тоже понимать, грубо говоря, как с ними выходить в этот диалог, но очень важно там все-таки не отдать руль, так сказать, в эту сторону, вот, ну, и в принципе, если просто здесь говорить про такие проекты, да, вот сейчас Сергей вопрос задал, что кто-то может заходить в такие проекты, как-то в таком, ну, в абстрактные истории, то это, ну, могут быть разные акторы, если здесь, наверное, все-таки про, на конкретику, ну, и в данном случае. Ну, вот кто может подписать, допустим, вот эту хартию или меморандум, чтобы мы убедились, что, и зачем вообще присутствовать муниципальным, региональным акторам, кто это такие, кого мы можем сейчас позвать в проект, и в какой роли? Ну, тут на самом деле, я не знаю, мне вот неизвестны, ну, какие-то, наверное, удавчные, удавшиеся кейсы, когда после подписания каких-то меморандумов, особенно с участием каких-то там, ну, официальных структур, что-то потом... Не-не-не, давай говорить не про официальное подписание, а вот кто и как вот на данной стадии может появиться, кто искренне будет готов разделить видение, проявить лидерскую позицию, придумать какую-то стратегию в сторону государства. Вот кого надо сейчас видеть вот в этой прекрасной комнате? Я думаю, что... Кто-то уже есть сейчас. Нет, пока Андрей думает, я вклинюсь, что у нас идет трансляция ВКонтакте, нас смотрят 13 человек прямо сейчас, это очень приятно, и даже Екатеринбург подключился, и только что написал комментарий глава Холмогорского округа, что он здесь, он смотрит, он очень заинтересован в развитии туризма. Друзья, давайте... Здравствуйте! Здравствуйте, да. Во-первых, я обещал обставить красивый уход Ани Клепиковской, который надо в театр. Вот, она будет нас слушать, но мы не будем видеть. Аня, ты можешь... Спасибо большое, но я пока все еще слушаю. Да, да, ты можешь, если ты вдруг выключишься, мы не удивимся. Андрей, тогда... Да, но я могу привести пример, просто, ну, как бы, собственной практики, то есть, как это, например, было в Московской области там в свое время сделано, когда в рамках разработки стратегии социально-экономического развития был запущен конкурс точки роста, или территория роста, так он назывался, в котором, ну, такой посыл был изначально, что обычно у нас как раз топ-даун, все идут инициативы, а здесь запустили конкурс лучших развития, лучших концепций развития муниципалитетов, и сказали, что вот, ребята, вы муниципалитеты, вы на земле, вы лучше знаете, что у вас там есть, где у вас и как, что происходит, сформируйте ваше видение, как бы, вашего дальнейшего развития, то есть, и потом в рамках конкурсного отбора, ну, выбрали какое-то количество, но муниципалитеты же, в свою очередь, они опирались как раз-таки на тех, кто есть, то есть, на вот тот бизнес, но с бизнесом проблема может быть следующая, это то, что бизнес, ну, в определенных там, да, случаях, если мы говорим про конкуренцию вот эту рыночную, то склонен более там на себя тянуть одеяло, и вот здесь вот как раз муниципалитет, да, или как бы представители государства должны выступать, ну, неким таким организатором, да, вот, то есть, задать вот эту рамку или какой-то некий зонтичный бренд, такой общую идею, как держатель, как бы, ну, каких-то территориальных, там, не знаю, ресурсов там или смыслов. Ну, да, потому что они прямые социальные, конечно, экономические. Да, структур, вот, то есть, задать вот это, то есть, не дать кому-то, ну, ну, если мы говорим про большие территории, про муниципалитет, не дать там перетянуть сильно на себя одеяло, что потом, ну, тоже может, ну, негативные какие-то эффекты иметь. Вот. Бизнесу не перетянуть на себя одеяло. Ну, да, не то, что бизнесу перетянуть на себя одеяло, может быть, какой-то один очень сильный бизнес, который всех остальных просто под себя, ну, как бы, подомнет, так скажем, да, и это может, ну, там, на отдельных инициативах там как-то сказаться не очень хорошо, но это, ну, такие аспекты, то есть, это тоже нужно иметь в виду, что такое тоже может быть. Вот. А можно, можно сейчас это я попробую вытащить одну штуку, и мы говорим о том, правильно, что если на территории чего-то муниципалитета вдруг происходит вспышка, которую ты говорил, что не нужно потерять, эта вспышка вдруг сконденсировала вокруг себя сколько-то ресурсов, смотрите, сколько экспертов, гранты, делаются концепции, то те муниципальные игроки, которые готовы проявить лидерство, они должны понимать, что без некоторой поддержки от области сложно вообще как-то наделить ресурсом вот это развитие фактически, но при этом пилотируя какую-то территорию имея кейс, они могут очень сильно влиять на региональные программы, что типа, друзья, давайте поддерживать уже муниципалитеты вот по таким механикам, и там тоже какое-то лидерство должно появляться. Правильно я тебя понял? Да, сейчас я как бы раскрою, там смысл еще в том, что у муниципалитетов, как правило, ресурсов-то нету, ну, то есть они ограничены в ресурсах, и в силу просто вот особенностей нашей системы, да, организации ее, и поэтому все идет на более там высокий уровень, и сейчас у нас в целом идет такая постепенная трансформация к такой проектной экономике, и когда распределение вот денег там условно из федерального центра или из регионального, оно идет не программным методом, а проектным под какие-то вот истории, и периодически возникают там инициативы, то есть, не знаю, это может быть там нацпроект, вот не было нацпроект, раз нацпроект по туризму появился, сразу вот эта вспышка сформировалась, которая и те территории, и те муниципалитеты, у которых есть что предъявить, что показать, вот кто, ну, поэтому важно вот этих вот активистов, тот бизнес, имеющийся, поддерживать, у кого есть какие-то концептуальные классные истории, потому что бизнес тащит это все локомотивом, у него это все проработано, он понимает, что там и как, и, ну, как бы успеть вовремя, ну, грубо говоря, вот это вот сформулировать, потому что, как правило, вот просто даже по своему опыту бывает зачастую, к сожалению, такое, что какой-то прилетает там запрос, да, и со сроком там типа сегодня вечером дайте что-то, и все начинают, актив территории, и очень много программ, да, можно начинать осторожно да, то есть нужно это вот донести, что вот такие проекты, вот такие истории, они полезны как бы для там муниципалитета, может, они сами это не понимают, там, в какой-то момент или у них много других забот, им не до этого, но важно выстраивать вот эти вот коллаборационные все вот эти механизмы, чтобы территория там в лице муниципалитета как-то, ну, поднимала это все на флаг и транслировала, ну, собственно, выше, и потом, ну, как бы рыхлить, вот эту копать, копать эту грядку и в какой-то момент в листе нянчить, рыхлить, копать, то есть у нас такие не механистические, а другие в этот момент может появиться да, какая-то история там, или у агентства стратегических инициатив какие-то проекты там запускают, вот эти конкурсные истории, вот, которые так они тестировались там на уровне регионов, сейчас вот на федеральный уровень переходит, вот, я сейчас хотел, можно я вот у Даши спрошу, Даш, ты же работаешь с Татарстаном, и вот этот вот очень интересный паттерн, который мы увидели, какую-то закономерность, да, что какой-то субъект, будь то муниципальный или регион, начинает что-то делать хорошо, вот, потом приходит на уровень выше и говорит, друзья, мы, кажется, научились делать там классное общественное пространство, давайте сделаем конкурс на общественное пространство, но поможем, потому что мы это все уже отпилотировали, как произошло, кажется, с Татарстаном и с конкурсом Минстроя на малые города и исторические поселения, это одна из самых мощных инициатив инвестирования в общее благо, назовем это так, и если говорить о Татарстане, есть ли такие прецеденты, вот как мы сейчас примерно говорим, что где-то сложилась какая-то коллаборативная структура лидерства, в ней проявили роль муниципалитет и каким-то образом добились, что на их базе строится какая-то региональная программа, у тебя не было таких примеров? Я не скажу сейчас конкретно про пример, пока подумаю, просто отвечу, что на самом деле тоже так в точку попадаешь с вопросом, потому что у нас в Татарстане тоже потихонечку начинается такая дискуссия, а особенно ее провоцируют наши коллеги, контрагенты, партнеры, друзья, которые с нами работают над нашими заявками, над нашими городами, и когда мы там копаемся, например, в том же конкурсе малых городов, они начинают спрашивать, да что тут еще нужно сделать, вы и так все делаете, этот город и так хорош, мы больше не хотим вкладывать в него денег, не надо, остановитесь, и это хорошая дискуссия, потому что мы говорим с точностью наоборот, если город зарекомендовал себя как субъект, который способен не только получить один раз деньги, но и воспроизводить какую-то потом ценность, поддерживать ее, и в целом оброс с компетенциями настолько, что встал на какие-то рельсы экономической более-менее эффективности и доказать смог, что он что-то может делать и продемонстрировать, то он наоборот зарабатывает баллы в пользу того, чтобы еще заслужил вот эти дополнительные вложения. Очень интересно, прям очень интересно. Андрей, можно ли сказать вообще, что муниципальное образование, в данном случае это не город, это определенное муниципальное образование, вообще как бы может вполне себе вот в этом государственном капитализме совершенно предприниматель с этими методами действовать, то есть набивать себе какой-то бренд на определенном рынке, оперировать какими-то кейсами, лоббировать появление идеональных программ снизу, говорить, ребят, у нас все механики как бы расточены, давайте поднимать их наверх. И наоборот, быть инициатором каких-то изменений в более высоких системах. Вот можешь, пожалуйста, рассказать про баланс, вот как на разных уровнях вот это все происходит? Ты же как бы вообще из муниципалитета и видел все это, и как делается. Да, в принципе, может муниципалитет, может это довольно сложно в силу там, да, с определенной специфики, но чем активнее, ну то есть вот мы в свое время, когда я работал еще в Коломне, мы довольно активно, и потом нас всегда отбирали в пилотные проекты, то есть даже если хотя бы у тебя какое-то появляется, не знаю, команда там, которая может что-то делать, да, и уже регион знает, что, о, вот эти сделают, то есть давайте мы их возьмем, и потом их, ну как бы, начинают пушить, то есть как бы тоже со своей стороны. Абсолютно можно в этой логике действовать, вот, правда, в любом случае, ну, наверное, ну нету практически таких муниципалитетов, ну, довольно мало, те, которые полностью могут что-то самостоятельное придумывать, просто зачастую, ну, это все, наверное, на каком-то энтузиазме там главы или команды какой-то около главы, которую он собрал, в том числе с помощью, там, не знаю, тех же общественников, там, бизнеса и прочее, но в принципе может быть такой подход. Аня, Аня Булочникова, да, во-первых, я чувствую прям, что тебе самое время что-то сказать, и мне к тебе еще вопрос потом будет. Да, я на самом деле хотела одну фразу добавить к вопросу, вот ты задавал вопрос Андрею, а где, что за структуры, которые могут двигать, ну, вот, что это за структуры в нашем сложном государственном устройстве, которые могут быть инициаторами, которые могут, вот, где их искать, кто они, вот, я продолжу, наверное, там, свой тезис изначальный, что нужно искать не структуру, а конкретных людей, вот, потому что, ну, вот, мой там какой-то опыт показывает, что вот этим, ну, типа хозяином, заказчиком, лидером, неважно, как это называть, который будет двигать, может быть человек с любым статусом, он может быть в государстве с любым статусом, он может быть предпринимателем, он может быть активистом, это неважно, опыт показывает, что, ну, вот, там сотни примеров очень разных людей с разной фактурой, с разными, но это всегда человек, у которого есть вот эта внутренняя мотивация, почему нужны вот эти все глубинные разговоры и понимание людей, потому что нужно найти человека с глубокой мотивацией, классно, если это, там, не знаю, глава муниципалитета, очень круто, это редко бывает, но это супер находка, если это так, потому что очень много чего будет быстро решаться, эффективно, и будет действительно команда, но это не обязательно глава, внутри муниципалитета может быть такой человек, внутри региона может быть такой человек, или там, который соберет команду, то есть искать нужно не структуры, а вот человека с вот этой загадочной сильной мотивацией, она может быть разной очень. Отлично, и как бы нам очень много разных, если Андрей говорит про Андрей, да. Ну, я просто хотел еще рекомендовать. У меня вдруг поменялось место на экране, где ты эти сериалы. Да, пожалуйста. Да, в принципе, согласен, что это может быть, ну, собственно, чем выше должность, тем лучше, вот. И просто, если этот человек находится, у него много энтузиазма, энергии, он готов там что-то делать, но позиция, так сказать, не совсем позволяющая вот это вот все пушить, это становится кратно сложнее, и, но вообще в целом, конечно, все от человека зависит. Это естественно, это не структура, и, ну, это могут быть, наверное, есть еще разные кейсы, когда какие угодно, ну, институции, вот, городские там, или государственные, то есть, будь то это где-то это агентство инвестиций, где-то туризма, где-то культуры, где-то, ну, вот здесь уже зависит, то есть, есть какой-то человек, который понимает, то, в принципе, все инструменты есть, чтобы это сделать из любой позиции, из любой структуры, как бы, вот, но чем выше, конечно, А вот насчет инструментов, я хотел спросить Аню, да, в общем-то, да, Аню и Андрея, а потом перейти к Даше, прямо с новой темой. Друзья, смотрите, мы сейчас говорим про, фактически, интервенцию, да, у нас есть группа архитекторов, планировщиков, дизайнеров, людей, которые умеют делать творческие лаборатории с поисками смыслов, да, это более широкий смысл, концепция территории, и фактически, здесь работы очень много, и мы видим, как нужно много работать, чтобы сконфигурировать природные и культурные активы, как поработать с пользовательскими сценариями, с людьми, с их потребностями, как взращивать это все, это огромная отдельная работа, и фактически, ребята, MLA+, в общем-то, как бы, этот кусок сейчас пытаются сделать, поэтому мы говорим о том, что определенным хорошим результатом на старте должно быть какая-то работа с оценкой вообще потенциала сети предпринимательства и потенциала привлекать таких игроков, как Ани, которых Аня встречает на форумах ательеров, вот, то есть таких неотолстовцев, да, которые тоже из любви к каким-то местам, значит, готовы где-то всерьез засесть. И получается, что еще нужно что-то произвести, то есть фактически нужно как-то эту всю штуку сделать так, чтобы она была связана с системой, как это правильно сказать, позиционирования себя на рынке госкапитализма, да, и уметь получать от этого выгоды. И вот что нужно создать, какой шаг логичный можно было бы сделать вот на данном этапе, вот чтобы вы посоветовали Ане и Андрей, коллегам, которые сейчас делают конкретно вот этот проект, кого привлечь, какую экспертизу привлечь, какой продукт произвести, какое высказывание, кем дополнить команду. Андрей, начинай. Я бы тоже потом дополнила, если можно. Я бы посоветовал, на самом деле, это, наверное, такой универсальный вообще совет, в принципе, не только для этой территории, а вообще, посмотреть очень внимательно национальные цели, утвержденные наши, и посмотреть, в какие из них попадают при формулировке вот этой вот всей философии, логики проекта, совершенно точно что-то найдется, потому что там оно довольно обширно, и вот потом от них уже вот эту веревочку как бы развить с федерального уровня на муниципальный, смотря, вот есть национальная цель, они потом разбиваются под них нацпроекты с финансированием, с соответствием, со всеми, и просто раскрутить, ну как бы, то есть сформировать свою логику, вот эту философию, посмотреть, в какие национальные цели это попадает, и потом уже смотреть как бы на какие условно министерства там это, ну кто за это ответственный, и потом уже там искать вот тех людей, про которых говорила Аня, посредством каких-то личных коммуникаций, и ну не знаю. Спасибо. Ты сейчас это сказал, мы тебя доспросим, коллегия, чтобы это включить в отчет, и можно ли сказать, что нужно постоянно выравнивать цели мысли более крупной системы, выравнивать цели с целями этой более крупной системы, в которой ходит ресурс? Ну, смотря где, вот, смотря как, просто, если мы говорим, ну просто здесь объективно, все-таки мне кажется, что это небольшой рынок, то есть, ну и сам внутренний даже рынок, он, ну, то есть, если пытаться это делать все как бы так, ну, более автономно, ну, это будет просто все сильно дольше, я не знаю, насколько там лет энтузиазма хватит. Да, слово скорость, в общем-то, оно много раз звучало, и Аня говорила быстро. Спасибо, мы еще доспросим этот тезис подраскроем, то, что он инструментальный, он чуть ли не отдельную лекцию на самом деле требует. Зацепили. Аня, Аня и Даша. Друзья, мы к половину должны закончить, у нас осталось 15 минут, и после этого мы сможем получить обратную связь с аудиторией. Ну, я скажу прям одной фразой, что, ну, я ребятам это уже говорила, и вообще это уже говорила, мне кажется, что нужно найти некую, как бы сейчас банально это не звучало, это целеполагание, то есть, некую картинку, под которую подпишется максимальное количество акторов на территории, реально подпишется, потому что это будет тем единственным и самым главным двигателем, который начнет что-то делать. Да, я согласна с Андреем, что она должна быть, но я уверена, что там так и получится, она должна быть встроена в какую-то, ну, то есть, это должна быть точка, которая соединит боттанап, боттанап, ап и даун, да, то есть, это вот, собственно, эта штука, но она должна устраивать всех снизу и всех в регионе, она должна всем нравиться, потому что если она будет всех драйвить, то вот этот драйв и станет энергией уже движения, чего бы то ни было, там должна быть вот эта картинка, с которой все будут носиться, ну, если совсем таким языком просто им говорить, то есть, она всех должна прям так будоражить. Дашу после спросим, что такое концепция, вот, и слово Аня Липиковской, пожалуйста, ты хотела сказать тоже про инструменты, про советы. Да, я совет хотела бы, совет хотела бы сказать, потому что я, если честно, чувствую себя немного неловко, знаете, как получается, мы все фактически не на территории, здесь нет ни одного человека в дискуссии, то, про кого мы сейчас говорим, вот они будут что-то делать, вот они, кто-то эти люди, которые будут там что-то потом воплощать. Я почему-то представила себе, что мы те люди, мы к нам часто приезжают и говорят, вам надо бы сделать еще вот это, а еще вам нужно вот то. Мы такие, да, да, а потом приезжают новые консультанты и говорят, нет, вам нужно вот это и нужно вот то. Архангельск область в этом плане реально часто приезжали, ну, там социальные истории много работали, поэтому мой совет действительно, как можно больше вообще коммуницировать с людьми на территории, и они хозяева этой земли, и крайне важно, чтобы они это продолжали чувствовать, и чтобы то, что мы сейчас с вами здесь обсуждаем, ни в коем случае не было какой-то надстройкой из разряда мы лучше знаем, как вам жить, вот это вот на неспричинение добра, да, действительно, я соглашусь, что люди, главная ценность, и общение с ними, и разделение этих ценностей, вот задачи, это прям крайне важно, мне хотелось бы, чтобы здесь был кто-то из земли, помимо, спасибо. Да, и я так понимаю, что вот непосредственно сейчас мы открываем эту экспертную сессию, воркшоп, где будут работать с предпринимателями земли, и вспоминаем в начале тезис Ани, напутствие, как я это говорил, да, или база, это люди, которые там на земле, это в самом начале нашей дискуссии прозвучало, и спасибо, Аня, что ты, Аня Крепяковская, что ты нас вернула к тому, с чего мы начали, Даша, я очень хотел, чтобы ты закрыла эту дискуссию тем, что такое концепция, и еще как бы есть, у нас с тобой был разговор про то, что у нас же дискуссия значит, что мы без заказчика, да, и ты говорила, что в этом есть какой-то плюс, какое-то сокровище прячется, скажи, пожалуйста. Да, мы тут много говорили про акторов, и я совершенно согласна, не буду повторяться, но я полностью согласна про то, что и нужно работать с жителями, нужно, чтобы местные сообщества, люди признавали, принимали, одобряли и понимали концепцию, которую им сверху навязывают, если она вдруг сверху навязана. Но я хотела бы сказать больше про, не про акторов, а про активы, которыми они владеют, и какими их может наградить внешний ресурс, как, например, архитектурная команда, как, например, резиденции, которые будут обязательно что-то производить, какую-то интеллектуальную собственность. Вот. И тут я хотела привести пример. Я, на самом деле, считала, что он нерелевантный, но я сейчас считаю, что он релевантный действительно с тем, что мы делаем, с тем, что может быть вообще активным и с тем, что может быть результатом. А результатом не обязательно должен быть проект, который будет из себя представлять какую-то MVP-модель, то есть такую минимально устойчивую, минимально жизнеспособную. Это, насколько я понимаю, то, к чему вы стремитесь и то, куда вы идете, потому что вы представляете, что у нас есть мало ресурсов, мы готовы сделать вот это вот немного и с помощью и с помощью вот этого немного инфраструктуры запустить все процессы. Но что, если результатом вашей работы и результатом вашей деятельности на резиденциях будет совсем не это и совсем не та инфраструктура минимальная, на которую тем или иным способом вы в любом случае сможете найти деньги и сможете ее доказать. А что, если вы сможете то, что вы делаете уже сейчас, запустить дискуссию, какой-то диалог о территории и о ее смыслах? Почему я говорю, что вы это уже делаете? Потому что мы уже здесь все собрались, мы уже все обсуждаем Архангельскую область, к сожалению, не так детально, но обязательно, я уверена, в частных беседах это будет происходить. Но и как это можно сделать? И тут вот релевантный пример, про который я хочу сказать, и который мы сейчас делаем в Татарстане, тоже в рамках малых городов, мы много работаем с малыми городами по разным программам, не только по программе конкурса Минстроя. Есть у нас сейчас проект Менделеевска, и у него есть Менделеевска, вообще молодец, это город на 20 тысяч жителей, который сейчас очень активно развивается, и там есть и городообразующие предприятия, которые финансируют всякие разные интеллектуальные проекты, которые появляются в городе, в том числе мастер-план, в том числе бренд территории, и у них сейчас есть такая сверхидея выйти на выйти на туристический, что я вам объясню, Менделеевска находится рядом с Елабугой, Елабуга это туристическая мека Татарстана, туда приезжают все, они находятся в 30 километрах друг от друга, в Менделеевск не едет никто, Менделеевск не знает никто, Елабугу знают все, хотя исторически Менделеевск тоже имеет потенциал и ресурс, чтобы туда приехали, и вот у них сейчас есть такая идея о том, чтобы вот это все запустить, и мы, работая с Менделеевском в этом году, пошли на такой, ну, немного, может быть, наглый шаг, и в целом, не знаю, чем закончится, и предложили Менделеевску сделать проект на руинах, там есть руины усадьбы, такие разрушенные кирпичные деревянные флигели, совсем какой-то кусок небольшой существующей усадьбы, и мы предложили им, мы понимаем, что проект этот может быть очень такой противоречивый для многих, но мы предложили сделать такой парк на руинах и активно его раскрутить и с помощью этого инфоповода активно поговорить про тему исторического наследия Менделеевска. Конечно, мы делаем это хорошо, конечно, мы стараемся сделать это в рамках закона, потому что в этом самая большая сложность, если ты работаешь с объектом культурного наследия, но, конечно, это почти нереально, да? Да, но, конечно, мы делаем это, и для нас это важно, провокационно, то есть мы ищем сейчас такой баланс провокации, которая сможет запустить дискуссию, которая будет достаточно громким высказыванием, чтобы об этом начали говорить, и о том, чтобы вот этот маленький, но крепкий Менделеевск смог конкурировать или пользоваться турпотоком Елабуги, который туда уже идет, и на котором мы можем тоже немножечко тут поработать. Вот. То есть архитектурная концепция может быть провокацией, да? Она может быть не нацелена на реализуемость легкую, да? Да, но тут тоже я сразу скажу, потому что я не хочу вас сразу уводить в мир грез о том, что давайте делать провокации. Нет, даже в рамках этого проекта мы действуем так, что мы найдем себе безопасное поле, где мы сможем что-то сделать точно, но какой-то процент мы оставляем под высказывание, которое будет условно вот этим вот провокационным и условно такой надстройкой, и оно будет подталкивать ту часть, которая реально сможет реализоваться инфраструктурно, быть какой-то такой нормальный, понятный, хорошим рабочим дизайном, но рядом с ней всегда будет идея, которая ее будет подталкивать, поддерживать. А почему это дискуссионная такая? Почему этот подход проводит дискуссия? Есть много людей, которые против и начнут аргументировать? Во-первых, есть федеральные законы, которые против. Начнем с этого. Но есть много против того, что мы предлагаем, но, в общем, да, дискуссии есть, есть очень много внутренних противоречий, и что тоже нам интересно говорят, например, эксперты по культурному наследию, они говорят, не дарите, пожалуйста, городу эту мечту, не надо так делать, они же полюбят ее, и они захотят ее реализовать, а потом все испортят. То есть, вот они тоже понимают отчасти, и тут их риски тоже оправданы, о том, что если мы делаем что-то, что попадает в руки того, кто не знает, как с этим потом обращаться, то мы можем навредить. То есть, это очень дискуссионный вопрос, даже если хорошая архитектурная концепция, даже если классный объект, проект приспособления и все прочее, но вот риски, и уж тем более там такая жаркая дискуссия, она уже сейчас у нас. Это самый противоречивый проект, с которым мы вот всегда так очень тяжело выходим. Но нашли себе безопасную площадь, на которой пока справляемся. Правильно я понимаю, что конструирование творческого вызова может являться очень важной целью, и что может быть результатом, вот если подытожить. Какие результаты туда стоят? Да, пожалуйста. Интоповод может быть результатом большой, какая-то, скажем, ну даже, вот как я говорила тебе ранее, даже какие-то статьи, что-то, вот какой-то интерес может быть результатом. Вот. Я считаю, что здесь мы можем ориентироваться на такие вот какие-то маркетинговые информационные стратегии, которые могут быть тоже хорошим, качественным результатом работы. Не знаю. То есть, если вдруг на территории будет работать какая-то творческая лаборатория, которая будет генерить определенную медийность через провокационные попытки переосмысления с целью вообще, ну скажем так, наверное, еще как бы тут же борьба с неравнодушием, что является обратной стороной неравнодушия. Какая-то причастность, что ли, да, может быть хорошим результатом. Коллеги, у нас прям вот кончилось время. По паре слов был бы очень рад услышать от Ани с Андреем. Вот. И давайте подытоживаться. Что думаете вообще, где вы сейчас после того, что Даша сказала? Я могу сказать, я начала Даша писать сообщение. Спасибо за классный пример. У нас тоже есть такой пример, когда мы начали делать шумно и когда все говорили это невозможно, потому что невозможно, просто невозможно. Мы начали просто это делать шумно и это шумно как бы в это шумно начали, то есть это классная поддержка. Я как раз Даша начала тебе писать, запиши мой номер и мы готовы помочь если поучаствовать очень примерно и с маркетингом и с культурным наследием тоже, потому что есть там свои короче штуки. Андрей, а вот как научным языком что тут можно сказать, что это такое, что это тут конфигурируется такое? Смелость. То, о чем говорила Дарья или что? Или в целом? То, о чем говорила Дарья. Ну, на самом деле вот я в Тарусе, когда у меня там была лекция небольшая как раз об этом, что это экономика впечатлений, экономика внимания на самом деле. Вот это вот ключевой момент про привлечение внимания. Вот здесь как раз тезис то, что результатом может быть даже какая-то статья, где-то публикация и прочая вот эта история. Ну, то есть сейчас в целом все с учетом нашей цифровой реальности и прочей все. То есть можно просто сделать виртуальный какой-то проект, у которого будет 500 миллионов подписчиков, не знаю, условно. Ну, или с Русским Севером вот этот эффект случился с Тереберкой, например, там сняли Левиафан? Да, совершенно безумный. Да, ну, как бы, не сразу, конечно, да, но, ну, то есть это выход фильма, ну, то есть он поспособствовал привлечению внимания, как бы, к этой истории. Одно за другой зацепилось. Да, спасибо, это значит, ты говоришь про экономику внимания, правильно? Это тоже определенный тип активов, и не обязательно для этого прям вот создавать бесконечные материальные вообще может быть все. Дорогой инфраструктуры, то есть а некие люди, которые что-то где-то затеяли, это уже достаточно серьезная экономическая штука. Да, ну, можно, не знаю, там какой-то сделать для киношников какой-то кэмп, чтобы они туда приехали, там поснимали что-то, или для каких-то видеоблогеров, и вот на этом, тем более, это калейдер, может быть инфраструктура, то такая хард особо не нужна, она там всю природу может попортить. Точно, очень важная еще тезис устойчивость, она в основном еще и про это, про баланс. Алена, не могла бы ты на завершение вывести снова вопрос, слайд, который у вас был в презентации? Да, так, сейчас, давайте. А пока Алена выводит, Сереж, у меня тут родилась еще такая мысль даже ребятам, как, ну, типа, совет, не совет по поводу, вот Аня про это много говорила и вообще мы много сегодня говорили про это, про то, что спустить сверху, вот что мы можем оставить и как идеи, как вообще совместить то, что люди хотят делать с тем, что как бы нам, как проектировщикам и таким умным экспертам извне кажется. и вот у меня родилась такая мысль, ну, это вот как мы пытаемся работать, я пыталась ребятам это донести в наши первые встречи, что, наверное, главная задача не придумать, как мы считаем нужным, а считать, как хотят те, кто есть на месте, вот считать с места, попробовать услышать все интересы, считать все интересы и мотивации и своим опытом и соединив с трендами и некой глобальной тенденцией политикой, под которой идет поддержка, найти вот эту идею, вот как бы она должна быть считана, а не создана. Вот. Это очень важный тезис, спасибо тебе огромное, он тоже требует множества примеров и разговоров про устойчивость тех или иных инициатив, имеет очень мощное научное обоснование. Значит, давайте сейчас вот эти плюсики почти в тон твоей рубашки, здорово, у нас все очень стильно, значит, смотрите, мы с вами собрали эту экспертную дискуссию для того, чтобы не разговаривать с каждым экспертом на предмет, а вам надо то, вам надо сё, а фактически мы создали такое как бы дискуссионное поле, где мы, Анна правильно заметила, что мы все являемся, по сути, сервисными игроками, мы не готовы отвечать за развитие северных территорий, но мы готовы поддержать тех, кто захочет сконфигурировать там определенный ресурс развития, создать активы, начать раскрывать эти активы, вот, и мы сейчас говорим про то, что в какой-то момент должна появиться экономика, и наша задача сейчас по результатам этой дискуссии, задача Алены и творческих резидентов попробовать сделать небольшой отчет на основании наших экспертных рассуждений на предмет того, а какие знания сейчас могут появиться и для кого в этой системе, и вот фактически мы видим несколько вопросов, что мы можем оставить после себя для развития проекта, мы сейчас разговаривали о том, что кроме архитектурной концепции, кажется, нужно попробовать сконфигурировать еще несколько типов ресурсов, как по помощи минимальных интервенций продемонстрировать потенциальные бизнес-возможности неким инвесторам, мы сказали, что инвесторов тут далеко, надо плести и нянчить, надо искать людей с ресурсом, находиться на территории, укреплять тех, кто готов находиться и помогать им быть теми социальными акторами на самом деле, которых долго инвестируют, и до настоящих инвестиций, в общем-то, тут, ну, возможно, нужно немножко подождать, хотя вот вопрос скорости и ускорения у нас сегодня фигурировал, и было несколько советов, как не ввязываться в 30-50-летний цикл, потому что иногда это действительно очень долгое, нам Джейн Джакобс еще говорила, что настоящий район 40 лет складывается, поэтому новый построить не значит, что это хороший старый, вот, а как это, это можно действительно ускорять, вот, здесь прозвучала пара советов, как стимулировать создание креативного сообщества вокруг проекта, наверное, тут я бы переначал, зачем стимулировать создание креативного сообщества вокруг проекта, и тут очень много прозвучало в конце про экономику смыслов, ну, и, в общем-то, если говорить про тренды для туристической отрасли, то, наверное, здесь нужно обращаться и раскрывать еще экспертизу, в первую очередь, Андрея, про госкапитализм и вообще как, кто живет на Днеморском, кто водится вообще вот именно вот в этой области, какие актеры существуют, какие слои, какие системы и так далее, возможно, вам очень сильно понадобится чуть-чуть поговорить еще с Андреем и списать с него несколько советов, в общем-то, что это за такая область. Вот, спасибо огромное, я бы хотел закончить нашу экспертную дискуссию, я бы хотел сказать, что все, кто устал или куда-то бежит в этот момент могут спокойно отключиться, вот, но мне бы очень хотелось под запись получить обратную связь от уважаемых понимающей стороны, от организаторов резиденции, от инициатора Александра, собственно, заказчика всего этого действия, насчет, что вы вообще отсюда заберете, что вам показалось, можно чуть-чуть ваши обратные связи, что вам показалось важным из того, что прозвучало. Ну, давайте я, наверное, начну, во-первых, спасибо всем. Вопросы можно убрать, на вас будем смотреть. Да, спасибо большое всем участникам, мне кажется, что получилась очень классная дискуссия, и можно по ней, не знаю, написать статью маленькую, потому что было озвучено очень много интересных мыслей, у меня, честно говоря, так много мыслей, что они все немножко перепутались в голове, вот, но мне понравилось, что мы закончили, ну, одной из таких финальных нот, было вот предложение Даши о том, что, может быть, цель проекта это создать такой инфоповод, и, возможно, какие-то терзкие решения, да, они могут дать больше, чем какие-то классические, схемы, которые там мы пытаемся внедрить, вот, в этой связи там я подумала, что, если мы говорим про Ломоносова, то, например, можно раскрыть какую-то его необычную сторону, да, мы все знаем Ломоносова как там ученого, такого, из учебников, хотя на самом деле он был таким очень задиристым чуваком, который там поколачивал своих коллег, писал неприличные стихи, в общем, делал много чего интересного, мне кажется, что очень классно, Ломоносова, вот, которые вы могли передать уважаемым заказчикам. Да, да, это действительно новая для нас роль, но мы вот учимся в процессе. Александра, очень хотели услышать с точки зрения, что бы вы забрали отсюда. Давайте мы вашими глазами посмотрим на то, что происходило. Можете еще раз представиться, чтобы кто-то забыл. Да, меня зовут еще раз Александра Усачева, я очень благодарна всем коллегам, экспертам за полтора часа очень глубокой, интересной беседы. я представляю губернаторский центр, я представляю креативное урбанистическое сообщество Архангельска, Архангельской области, и, наверное, мы как раз как губернаторский центр являемся связующим звеном между государством и обществом. Мы сейчас с бизнесом тоже пытаемся как-то разговаривать, но это не наша целевая аудитория напрямую, но мы пытаемся всех со всеми дружить и быть площадкой для разговора, для диалога, для совместных проектов. В общем-то, неудивительно, почему мы занимаемся Холмогорским районом, это тоже какая-то такая внутренняя миссия появилась, задача, амбиция, а давайте попробуем, давайте. И сейчас, после вот этой дискуссии, на самом деле, я получила ответы на некоторые свои вопросы. Во-первых, я получила подтверждение того, что мы думаем в правильном ключе, и у нас уже назначена встреча всех акторов, чтобы заключить ту самую договоренность, что давайте мы сейчас все в едином порыве и договоримся, кто что будет делать. В конце мая у нас должна пройти эта площадка на Холмогорском районе. И я сейчас чувствую себя такими знатоками за круглым столом. Время пошло, и такое ощущение, что мы сейчас выключим кнопку стоп, а я вот это, вот это, вот это, и куча, куча, куча идей. Чувствую, как коллеги рядом пыхтят, сейчас обсудим. У меня куча идей. У меня сразу идея про МГУ, что надо со студентами МГУ что-то замутить, сделать, написать какой-нибудь грант, чтобы их всех сюда привезти, чтобы они потом всему МГУ рассказали, что мы тут такие сумасшедшие дела. Неожиданно представитель какой-то аудитории появился, да, и прям проскочила искра, зацепили, здорово. Да, ну, то есть мысль и идея, вот это одна из тех, что пришла в голову. Конечно, про нацпроекты и про все меры господдержки я сразу вспомнила, что у нас помимо нацпроекта туризма, есть еще образование, дети, воспитание молодежи, здоровье, это все, культура, в каждом можно найти то, где вот эти струнки дергать и разговаривать с разными людьми и союзников понарабатывать в разных министерствах и идея поехать в Москву и искать тех, кто на федеральном уровне этими нацпроектами занимается и показывать им, что мы можем и хотим и вот они мы, вот, это тоже такая мысль, которая есть и спасибо за кучу идей, я все сейчас перечислять не буду, мы выпишем на бумажку и я буду пробовать тоже тестировать и писать, продолжать писать гранты, это моя суперсила, поэтому то, чем я могу помогать, это вот эта идея и образовательные, творческие какие-то проекты будут продолжаться точно на этой территории, потому что нам это интересно и мы хотим, чтобы из этого что-то вышло. Я очень рад, что у вас это происходит в рамках конечного проекта, что работают люди, есть определенная форма, которая называется творческая резиденция и я вам хотел сказать, что чтобы что-то хорошее начать, нужно что-то закончить, есть ощущение, что возможно, благодаря этой сессии вы сможете сформировать образ результата, минимального, достаточного, с которым вы бы хотели закончить эту резиденцию и сказать, да, мы сделали шаг по развитию этой территории и что должно войти в отчеты, кто должен быть присоединен, осведомлен или протестирован его в лечении, что еще должно быть сделано, то есть я вас призываю проектным методом описать задачу и ориентироваться на очень небольшой, но охватывающий на ваш взгляд важные темы, которые сегодня прозвучали отчет фактически, который еще можно будет потом кому-то прочитать, потому что мы видим, что такие проекты постоянно переходят из рук в руки и делать знания, которые найдены открытыми достояниями вот этой всей системы развития, это, мне кажется, очень важная миссия, поэтому, друзья, мы с вами говорили сегодня про экономику, мы поговорили про разные типы активов, которые можно, в них можно инвестировать, их можно раскрывать, можно находить хозяев, их можно визуализировать, вокруг них можно дискутировать, вот, и я надеюсь, что вы сможете воспользоваться тем, что сегодня прозвучало, чтобы воспользоваться поддержкой нас как экспертного сообщества, вот, чтобы запустить первые вот эти механизмы экономики в проекте, поэтому спасибо всем огромное, любые слова, дополнения, пожелания, тосты, давайте. спасибо всем большое, я хотела постскриптум буквально одну мысль сказать, я услышала Алена, Костя, что вы назвали резиденцию парком открытия Ломоносова, правильно? Парк открытия Ломоносова. Да, рабочая версия пока. Ребята, я вам очень рекомендую от нее отказаться, найдите название либо внутри вот этого словосочетания из трех слов, там, не знаю, это может быть парк открытия или открывай Ломоносова или еще что-нибудь, но чтобы это было два слова коротко и точно не так строго, найдите такую форму, от которой так вы кайфанете, которая вам будет дополнительно давать драйвера, вместо вот парка открытия, это может быть, не знаю, лаборатория Ломоносова, там, ну, тоже, в самом названии найдите какую-то степень провокации и с ней уже как-то будете уже подружитесь, вот так вот. Спасибо, Аня. Ты можешь провоцировать, явно. Аня, может, еще накинете, если уж там какие-то советы после начались развивать, как это? Не знаю, много, мне кажется. У меня, как бы, единственное, даже не совет, это мое пожелание, мне очень хочется продолжить с командой работать, мне интересно, что из этого получится, сколько я смотрю на это с самого начала. Мне, конечно, интересно, к чему это все в итоге придет. Андрей? Напоследок. Мы уже после будем расходить. Напутствие. Да, интересно, напутствие. Ну, вот, не знаю, напутствие, не останавливайтесь, что? Ну, и не останавливайтесь, в принципе, здесь это. Но, кстати, я не знаю, может быть, и не слава. А Ломоносов, он прямо оттуда, вот, он насколько далеко вообще от этих мест? Он там родился, ушел и больше не возвращался. Он оттуда ушел в Москву, да, прожил там до 19 лет. Можно сказать, что отсюда ушел Ломоносов. И мы из Уральдинца, главное, что родился. Давайте посмотрите, откуда он ушел. Может быть, возвращая Ломоносова, я не знаю. Давайте разговаривать. У нас будет одно из названий и земля-гений. Что это земля, которая родила гения, и поэтому ты можешь прийти сюда и раскрыть своего гения. Друзья, энергия креативного брейншторма уже должна сейчас уйти к вам туда. Центр открываете там туда. К вам туда. Все приезжали рожать там. Вот, вот, все, пошла энергия креативного брейншторма. Забирайте к себе на ваши воркшопы и предлагаю прямо вот на этой волне отключаться. Спасибо всем огромное. На последний могу сказать, что почитайте вот про, ну, если есть там в этом интерес, про вот эту философию коллаборации. Прям вот можете записать, что Полтерович Виктор Мирович, что он об этом пишет. Супер, это уже для отчета, для сотрудничества. Да. Пойдем на эту дискуссию. Смыслы ребята, думаю, дотащат. Спасибо огромное. Пока. Спасибо. Спасибо. До свидания всем. Пока. Пока. Спасибо.